Здарова, это Брилл, и сегодня я поиграл с настройками для дальтоников в CSGO. Получилось довольно необычно, так что надеюсь на твой лайк и подписку. А мы начинаем. Вы просто посмотрите, какая М-козлом Даймёк просто ядовитая. Она изначально крово-красная, но тут она прям фиолетовая-фиолетовая. Кстати, именно такую я сейчас разыграю в своей группе ВК. Там никаких репостов делать не надо. И просто условия очень простые, так что ссылка на группу ВК будет в описании. А тем временем у нас нашлась катка, просто полетели сразу. Чё со наркомания? У меня Глок синий. Ребят, ну дикой не, а просто зелёный. Как будто какой-то апокалипсик, какая-то ядерная бомба взорвалась. Не знаю, как это полегает на игру, как я буду вообще различать в пространство. Не знаю, я пошёл катку особо без разминки, надеюсь я что-то смогу дать. Но серьёзно, это очень непривычно. Тут ещё, кстати, вертик переделали. Модельки прям тёмные, смотрите. Очень сложно концентрироваться на определённых цветах. Ух, у меня резкий экран стал фиолетовым. Серьёзно, не знаю, как я буду играть. На самом деле, глазам немного уже больно становится. Серьёзно, это не знаю, как вам на видео это будет. Но это, конечно, жёстко. Пока что реально, ещё как-то не сладко, но у меня такие ощущения необычные. Молтов, посмотрите какой молтов, реально ядовитый. Как будто это от комфорки какой-то газ. Просто мне надо сейчас на игре концентрироваться. Хотя, это довольно сложно, не обращая внимания, что происходит вот с этой игрой. Небо прям ядовито мешает глазам. У нас враг нашёлся. Да. Враг был такого же цвета, как, я не знаю, бочки. Серьёзно, вот у него лицо фиолетовое. Не знаю, реально, тут просто цвета именно поменялись. Или пропал определённый спектр цветов. То есть, повлияло ли это как-то вообще на всю игру. Вообще, мне, кстати, очень интересна эта тема с дальтониками. Как они вот это всё видят, на самом деле, от их лица. Реально, вот скины, они совсем по-другому выглядят, даже прикольно становятся. Почти все они такие неоновые. Большинство цветов очень тёмные, а вот такие вот яркие, прямо. Очень и очень такие, прям, не знаю, интересные. Мне надо, смотри, без пять, чёрт. Не, надо выигрывать, мы чё-то слишком начинаем лузать. Реально, надо собраться просто и раздать. Тем более, когда у тебя зелёный калаш. Вот, чего я не ожидал от снежного вихря, именно вот этого. Наверное, я сря пошёл сразу в первую катку, вот так вот, не привыкнут к этому всему. Но зато ощущение довольно интересное. Вот я сижу, разговариваю об этих одних цветах, но... Камон, серьёзно, это очень необычно. Всё плохо с координацией. Да, чё, у меня за жимом? Ладно. Кстати, чё по фпс? Фпс все хорошие. Особо не жрёт. Надо быстро бомбу запланировать, пока не пошёл челик. Реально, как будто другая карта совсем. Всё, супер. Калашу жали обратно. Хотя, у меня эмка лучше будет. О, всё, камбэчим, ребят, камбэчим. Я вроде более-менее привык, но глаза реально начинают прям болеть-болеть. Фига, смотри, если вспышки от пуль фиолетовые. Какой-то реально киберпанк в кэске. Чё-то, блин, я сижу в афиге от этой игры. Ой, чёрт, меня зарашили. Пока отвлекался. Ребят, давайте вот возьмём дробовики. Сейчас просто их бафнули. Так что проверим, реально ли это имба или нет. Фак, вот это не классно. Нас, блин, они нас закидывают, серьёзно. О, чё-то мы не слаженно совсем играем. Надо как-то скатерироваться. Кстати, вот то, что было оранжевым, вот, вот это место, оно стало серым. Именно вот где отображается никнейм человека. Ребят, реально, сори, что я отыгрываю так плохо, но... Реально, я этот видос сделал, но не показывает свой скилл. Потому что я сейчас вообще не развятый. Просто сижу в афиге от этих цветов. И посмотрите, серьёзно, вот каждый раз удивляюсь. Не, ну это чё такое, конечно, да. Ладно, надо за КТ камбэчить, реально. Будем пробовать нашу подсадку. Сейчас пробую своего тиммейта обучить. Я с ним первый раз сэндрюк откипался, рандом пошёл в соло. Сейчас, да, вот даже... Давайте попробуем его реально научить нашей подсадке. Слышь, посади меня, иди к двери вон там вот. Окей? Только дверь не открывай, я открою, подсадишь. Подсадишь. Нафиг ты к ним пошёл, если я их чекал. Так, первый пошёл, второй заплантил. На. Ну, крыси за цементом, фак. Ну, 2-7 сейчас, что-то очень плохо. Надо хотя бы раунда ещё два взять, потому что это какой-то прям позор. Не знаю даже, что взять. Надо второй армор взять и какой-нибудь фармган. О, супер. Так, ненормально полетело. Ну, флаж хотя бы белая, а не зелёная какая-то. Хоть как-то привычно. Хорош. Я его не заметил на этом фоне, фак. Реально. Гораздо сложнее играть. Найс, меня хотя бы тиммейт вытащил более-менее. Но сейчас реально его вообще не заметил на этом фоне. Не знаю, как это было видно на видео. Но, реально, всё вот в этих фиолетовых цветах. Сложновато играть. Прям какой-то челлендж. Кат, конечно, прям вообще не идёт. Но эмоции реально зашкаливаются. Это MP9 один в один, как без альтонизма. Серьёзно. Та же самая зелёная цвета. О, кстати, моя ВП. Так, всё, плюс ВП. А я спалился. Вот у лыгок такая специальная краска ультрафиолетовая. Которая видно только, когда на неё лампу светишь специальный. Иди в план, я его куру. Чёрт. ВАУУУУYou Вы видели, просто пацан, вот за это реально лайк влепите за такой килл жёсткий. Серьёзно. Я просто не ожидал, что я сейчас так прострелю жёстку, вау. Это просто настройки для тащера. Да, они оба идут к нему, надо будет ап Greek не ток коннектор. Господи, я обосрался с этой дикои. Я уже даже забываю, как склонять слова. Ай, факт, 5-9. Вот такая вот катка, серьезно, настройки довольно необычные, все-таки в зеленых и фиолетовых цветах, мне очень понравилось, огромное спасибо за просмотр, реально, если хотите, можете сами попробовать с этим поиграть, это очень необычно, о, мне, кстати, еще кейс дали, не забудьте поставить лайк и подписаться, а с тобой убрил, пока! Субтитры сделал DimaTorzok